Эти выходные были очень насыщенными. Алматинцы буквально разрывались по мероприятиям. Одним из них был сольный концерт народной артистки Республики Казахстан Жени Аубакировой, который состоялся в Большом концертном зале консерватории. Подробнее в нашем следующем сюжете. Концерт проходил в рамках масштабного проекта, посвященного юбилею творческой деятельности Жени Аубакировой. Это мероприятие завершает первую сессию казахстанско-европейского турне, которая проходила не только в Казахстане, но и в городах Европы, такие как Женева, Брюссель и Люксембург. Я счастлива абсолютно. Я играю серию концертов. Программа растет, двигается, набирает глубину, ширину. Конечно, в Алмате играть намного страшнее, чем в Люксембурге, в Женеве. Также страшно в Караганде, также страшно в Шемкенте, в Шкамногорске. Но так слушатели хорошо воспринимали, что я абсолютно счастлива. Понимать классическую музыку дано не всем. Она требует моральной, интеллектуальной и душевной подготовленности. Но это не значит, что этот мир недоступен. Чтобы войти в него, необходимо лишь большое желание и немного терпения. Тогда слушатель с удивлением обнаружит, что произведение, написанное много лет назад, рассказывает о его чувствах и надеждах, словно композитор знал душу человека, которого никогда не видел. Концерт Жанни Яхьяевны «Аубакиро» – это событие. Это проводится в рамках европейского турне. Мы очень ценим этот выдающийся талант, исполнитель, организатор. Если бы современная молодежь больше прислушивалась к интеллектуальной, классической музыке, она была бы более осмотрительна. Потому что легкая музыка – это легкая музыка. Она никаких мыслей не навевает. А классическая музыка, она заставляет человека задуматься. Сегодня прекрасный концерт, очень изысканная программа, великолепное исполнение. Ну, с творчеством Жанни Яхья Аубакирова я знакома уже давно, как все алма-атинцы. Но сегодня концерт особенный. Он посвящен 30-летию творческой деятельности Жанни. И, конечно, все друзья, и коллеги, профессионалы, вся наша общественность сегодня здесь. Это очень важный день для нас, потому что такие концерты, такая музыка – это большой подарок для всех нас сегодня. Конечно, она обогащает нашу жизнь, делает нашу работу, жизнь гораздо интереснее. 30 лет творческой деятельности – не предел. Талантливый человек, талантлив во всем и всегда. Вот и народная артистка поделилась с нами своими планами на ближайшее будущее. Да, еще у меня осенью предстоит Гонконг, Афины, Будапешт, Вьена, Дели, конкурс пианистов. Я студентов готовлю на экспо, три больших концерта. Мы готовим антологию казахской музыки, в которой будет самое лучшее собрано. Я книжку должна написать в этом году, я получила спонсорские средства на издание книжки, давно мечтала и, наконец, в этом году должна сделать полным-полно творческих планов. Гонконг Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!